Сейчас, конечно, выглядит очень олиповат, я бы сказал. Но, опять же, видимо, здесь с таким расчетом это делается, что со временем это все от нашей пыли дорожной потемнеет, приобретет такой более волгородный оттенок, какой-то темный. Пока что, конечно, это немножко ярковато. Голубой цвет – как символ надежды и мечтаний, но это в психологии. В жизни, то есть на фасаде здания на Мира-98, Надежд Ильи Куклинского, сотрудника Краеведческого музея, этот оттенок точно не оправдал. По его словам, только во время оцифровки старинных фотографий можно увидеть, как менялся внешний облик архитектурного сооружения. Более века назад здесь располагался доходный дом Енисейской епархии, позже – здание Духовного братства. Туда приходила красноярская интеллигенция. В советские времена балкон использовали как трибуну во время демонстрации. Сейчас это корпус Института искусств, чей фасад решили реставрировать в универсиаде и стилизовать под старину. Правда, под какой именно период – неясно, говорит специалист. Если обращаться уже к цветовому наполнению, конечно, исходя из черно-белых кадров, мы не можем объективно оценить, какой был цвет фасада. Но в 70-е годы, например, здание приобрело вот такой цвет – красный. Цвет очень характерный для советской власти, идеологии. Ну и мы видим, что изначально, конечно, там здание было более светлое. Этот фасад начали реставрировать в августе этого года, хотя сам проект согласовали еще в 2014-м. На все работы в этом здании из Федерации выделено около 30 миллионов рублей. Но торги по выбору подрядчика затянулись, так же, как и финансирование, рассказывают службы по охране за объектами культурного наследия. Поэтому результат некачественной реставрации виден уже сейчас. Трещины вот эти вот усадочные, штукатурные. Потом сама поверхность, она неровная, видите, она рельефная. Нет идеальной поверхности той высококачественной штукатурки, которая должна быть. Ну и все, собственно говоря, вот эти вот тяги и вот те элементы, которые мы видим наверху, тоже они все лишены геометрии. Все эти элементы, они должны быть все вытянуты по шаблонам. Но это все делалось, видимо, мастерками, неквалифицированными специалистами. Оценивать работу подрядчиков, видимо, придется уже в следующем году, когда закончится контракт. Всего же сменить внешний облик универсиаде планируют у 43 объектов культурного наследия. География обширна, от Стрелки до улицы Горького. В благоустроительный проект попадают и здания исторического квартала. Но сейчас, по сути, работы почти готовы только на одном объекте. Специалисты опасаются, что отреставрировать все объекты в срок вряд ли успеют. И если вдруг универсиаде все запланированные фасады здания отреставрировать не успеют, то выход найдут всегда. Например, завесить все вот такими строительными полотнами. И судя по темпам работ, говорят эксперты, такие потемкинские деревни, которые строили в 18 веке вдоль маршрута Екатерины II, будут стоять и в веке 21-м, только у нас, в Красноярске, вдоль маршрута гостей универсиады. Виктория Столярова, Владимир Антонов, Новости ТВК.